Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня, пацаны, мы вместе с вами посмотрим обновление 1.5.2. Посмотрим, насколько были правдивы мои сливы. Ну, на этом всё. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика я хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVAN. Вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Собственно, 30 сентября, как это бы смешно не звучало, я... Давайте немножко отдалимся от темы, буквально на одну минутку. Я заснял видос, слил обновление 1.5.2. Заснял его, смонтировал, начал рендерить. Прошёл 1 час рендера, ещё час оставался, да. И тут Смотра вылаживает пост, что сервер закрыт на обновление. Я понимаю, что я не успеваю. Короче, выходит ченжлог сервера, а потом я выпускаю слив обновления. Короче, надеюсь, вам тот ролик был поинтересен. Ну, блин, просто удалять такой контент было грех, поэтому я его выпустил. А сегодня утром, это было вчера вечером, да, получается? Ну да. А сегодня утром выходит ролик об обновлении 1.5.2. Собственно, мы его построим, как всегда. Сначала мы прочитаем ченжлог, заценим все основные фишки. Потом поездим, попроверяем это в реальности. Ну и закончим на этом видос. Также тайм-коды есть все внизу. Если вам что-то неинтересно слушать, либо вы его знаете, можете просто скипнуть на другой тайм-код. А лучше посмотрите этот ролик до конца, я буду вам очень благодарен, ведь тогда именно YouTube порекомендует мой канал. Всё, я больше не задерживаю, приступаем к ченжлогу. Первое, о чем мы поговорим, это система многоквартирных домов. Добавлено 10 жилых комплексов в Лос-Антосе. Суммарно добавлено около 460 квартир. Доступно 3 интерьера, эконом, премиум, вип. Количество квартир в данном ЖК ограничено. При покупке квартиры вы сами конфигурируете её. Максимальное количество парковочных мест 12. Квартира, как и дом, имеет баланс и налоги. Квартиру можно продать другому игроку. И спаун возле ЖК поставить не получится. И моноклана. Второе, это сделан редизайн интерфейса телефона. Новый фон для мобильника, новые значки. Добавлено приложение камеры, мобильный телефон. Теперь вы можете фотографировать виды или своё имущество. Добавлено приложение галерея в мобильный телефон. Фотографии в галерее обновляются автоматически. Галерея вмещает в себя 20 фотографий. Активированное приложение SMS в мобильном телефоне. Теперь вы можете ввести переписку с любым игроком прямо в игре. Наконец-то. История переписок сохраняется. Вы в любой момент можете прочитать, о чём переписывались. История диалогов сохраняется в памяти игры. Добавлено приложение AirMode в мобильном телефоне. С помощью этого приложения вы можете отключить уведомления о SMS-сообщениях. Также авиарежим отключает уведомления от моего бро. Посмотрим. Добавлен планшет, который достаётся на кнопку вниз по аналогии с телефоном. В планшете появилось первое приложение объявления. Это по сути аналог Авито. Там вы можете продать или купить имущество или услуги. В объявлениях доступны 4 категории. Транспорт, недвижимость, предметы из инвентаря и прочие. В категории транспорт можно разместить как автомобиль, так и на номерной знак отдельно. В продаже. В категории недвижимость можно разместить дом, квартиру или бизнес. В категории предметов из инвентаря можно выставить любой предмет из ваших слотов. В категории прочего можно добавлять объявления по типу личного водителя, охранника наборов клан. Ну и пиары ютуб-канала. Добавлена новая глобальная локация нового ЕКХ на территории обсерватории. Пункты смены номерных знаков перенесены на новые ЕКХ. Активированы новые лечебные заведения вне Лос-Антоса. Появилась больница в Шен-Ди-Шортс и Палета Байк. Обновлён катал колёсных дисков в тюнинг-центре. Добавлено 15 новых колёсных дисков. Существенно оптимизированы старые колёсные диски без потери качеств. Остальные нововведения и исправления. Добавлен бесплатный транспорт ко всем работам, к местам массовых скоплений. К карту добавлен бар. Теперь, когда в баке мало топлива, датчик об этом символизирует красным цветом. Улучшен спаунер лута. Во время работы курьером теперь не приходят штрафы. Добавлены все возможности GTA цвета для покраски дисков. В режимы ходьбы добавлен режим ползания по земле, кстати, прикольно. Исправлено несколько критических багов какие-то. На бесконечные патроны, на бесконечные пирашюты, на круиз-контроль. Короче, это мелкие изменения. Теперь самое главное. Это новые транспортные средства. Это Кюнингзек Агера РС. Первое. Второе. Фенир Суперспорт. Да, уже два суперкара. Не очень. Хотелось бы более дешёвых автомобилей. Дальше. BMW X6M F86. BMW A8 E31. Вот это прям топчик. Mercedes-Benz S-Class W223. Mercedes-Benz S-Class W221. Impala 1967 года. Ford Mustang 1969 года. Ford Focus II RS. Ferrari 812 Superfast. И Ferrari F40. И также были изменены старые модельки. Доступен тюнинг антихром для 222-го. То есть Night Packet. Доступен тюнинг антихром на 223-й. На 221-й антихром не добавили. Вот это фейс-паун. Добавлен обвес на Урус. Добавлен обвес на Хуракан Перфоманте. Добавлен обвес на G65. На старый Елик. Добавлен обвес Брабус на GTS AMG. Теперь McLaren P1 и Ешка 124 простреливаются. В принципе, на этом всё. Теперь мы едем это всё, конечно же, проверять. Собственно, добавлена система многоквартирных домов. Если мы нажмём Escape, теперь появились вот такие вот метки. Это всё по цене дома. Я уже прикупил себе один дом. И записал, конечно, об этом ролик. Чтобы не ездить, опять не показывать вам, я просто его вставлю. Короче, пацаны, остановимся, наверное, на этом домике. Хотя этот ближе... А хотя какая разница, если всё авиатория вот здесь и где-то, да? А, вот здесь. Ладно, 12, итоговая стоимость. 18 лямов. Погнали. А, интерьер нужно. Мне нету интерьера, блядь. Мне нету бабок на интерьер. Охренеть. Ага, это то, если я могу взять 11 мест с интерьером. Короче, пацаны, посрать. Да будет контент. Осталось квартир 15. Давай, 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 давай. Сейчас куплю здесь квартиру. Купить квартиру. 11 мест. Эконом-класс. 18 лямов. Создать квартиру. Всё. 11 парковочных мест. Приобретено. Можно, блядь, войти как-то или чё. Моя квартира. Продать это жильё. Настройка доступа. Баланс налоги. 45 тысяч в сутки. Ну да, это тебе не 15, нихера. Допустим, короче. Моя квартира. Настройки. Войти внутрь. А, чё? Это в моей квартире лазит? Чё, пацаны, хата на Новый год сняли, пацаны? О, давай на дом сразу бабки положить, а то чё? Сейчас бы слетел на следующий день. Как бы, ну да. А, не, не слетит, там же минус 500. Но этот будет пожирать налога прям ох-охо. А, и музыка добавила. Пополное жилое имущество на 315 тысяч. Охренеть. Вот так, короче, пацаны, я просрал 18 лямов только что. Не знаю, стоило это того или нет. Но на всякий случай пусть будет. Теперь лишние места не мешают. И сколько мне мест? 22 места. Нормально, я бы ещё продал свои старые и купил уже новые. Дальше сделан редизайн интерфейса телефона. Значит, давайте выйдем из GTR. Фары нельзя включить. Ладно, нажимаем стрелочку вверх. Теперь у нас появились новые иконки, настройки. Теперь такой более закруглённый интерфейс, прям как в iOS 15. Прям один в один. Кто пользуется айфоном, тот понял меня. Камера. Давайте сейчас проверим камеру. Вот. А, ходить нельзя, да? Как даже в GTA 5. Оп. Оп. Камера. Оп. Я надеюсь, он... Вот. Вот так, например. Стрелочку вверх. AirMod. Это вырубить. Галерея. Блин, так классно всё. Кстати, последние фото. Назад в галерею. Интересно, сохраняются ли они где-то в какой-то папке, чтобы ты их мог скопировать на рабочий стол, как бы. Хотя это не нуждаешься, но всё равно интересно. Давайте кому-то напишем. А, вот. Давайте напишем Саньку, который нам помогает на CCD. Привет, дед. О, и даже звуки, звуки, звуки. 30 сентября, 2210. Кстати, ещё это. Будь здорово. А, и слева вот. Новый смс. Теперь ещё прикольно, что чат, как и вон-то, он навсегда. Он не чистится. А, кстати, ещё сообщение вверху появляется. Бля, прикольно. Только жалко, не пикает вот это, как в айфоне. Ясно, всем зрителям привет, подписывайтесь на канал. 100%, 100%. Было бы ещё прикольно, если каждый игрок мог менять свои обои. Например, также из галереи брать, например, свои фотографии. Правая кнопка, либо, ну, свайп, как в айфоне, да, и ставить, например, свои фотографии на аватарке. Это было бы ещё очень прикольно. Но также контакты добавить, звонки, вот это всё, избранные. Мне кажется, это было бы тоже топ. Конечно, это уже более рпшная часть, но всё равно прикольно. Так, теперь у нас есть айпад. И основные приложения пока что. Я так понимаю, здесь будут и игры, и к ставке казино, и ещё что-то. Так что они не только добавлю. Это вот здесь будут разные, которые ты можешь ставить. Поэтому первое, это объявление. Это наш смотромаркет, наше авито. У нас есть четыре, как бы, подкатегории. Транспорт, недвижимость, предметы и прочее, как я говорил. При нажатии на которых мы можем посмотреть объявление. Значит, в прочих здесь ничего нет, в предметах тоже ничего нет. В недвижимости продаётся что-то. Ой! Уже продаются дома с фотками, как бы, мест, количество мест. Три места продаётся за 12 лямов. Офигеть! Короче, можно продавать свои дома, также продавать свои бизнесы. Давайте посмотрим транспорт. Транспорт будет поинтереснее. Например, вот номера сразу пишется. Так, вот гелик, например, новый. Только сфотканный, конечно, корявый. Но выглядит очень прикольно, мне нравится. Full FT, здесь он что-то написал. Стоимость 22 ляма, прямая продажа. Клис 193, чип тюнинг, номер, пробег 40 тысяч. 41 полный FT. И вот здесь вот столько-столько автомобилей. О, кстати, новый перформант, я так понимаю, уже. А, вот, да, Huracan стоковый. Прям прикольно, можно мои объявления, можно добавить объявления. Транспорт. И сколько, кстати, это будет стоить, например? 20 тысяч. Бизнеса 40. Жилое помещение 45. Коммерческое 50. Транспорт 25. Номерной знак 30. Предметы по 10. И другое по 15. Там, кстати, можно было выложить фотки. И там, например, сделаем сходку, там ещё что-то. Ну, выглядит прикольно, не знаю, мне нравится. Это прям функционала, прям хорошо добавит. Чтобы не стоять на ЭКХ, а ты просто сделал объявление, ездишь себе на дальнобойщиках, либо на курьере. Вот, и спокойно продаёшь свой автомобиль. Ну, либо другое что-то. Так, в принципе, дальше у нас это локации ЭКХ, которые находятся вот здесь, в обсерватории. В принципе, мы туда отправимся, и уже там, я думаю, продолжим. Всё, и теперь круиз уже не работает, вот этот вбок. Теперь круиз можно активировать только на прямых колёсах. Значит, где-то сейчас врубается у нас, получается, ограничение в 30 километров. Ну нет, не врубается, нифига. Как было 120, так и есть. Ну, это хотфикс прилетит. Вот так теперь выглядят метки. Кстати, теперь у нас появились зарядочные станции для Теслы. Это как бы вам пасхалочка на следующее объявление, хотел сказать, обновление. Что добавить? Кстати, Хуракану здесь стоит. Здесь пацаны уже, как бы, паркуются, продают свои автомобили. Кстати, на КС изменили. Теперь у неё белые полоски, а не жёлтые. Это прям кайф. А, ничего себе, здесь парковка такая. Ой. Ничего. Ничего себе. В принципе, вот какая парковка здесь фоткалась. А здесь же не было такой парковки. Это кастомная, скорее всего. Бля, выглядит охрененно. Банкомат у меня, в принципе, там уже ничего нет. Сотрудник и ЕКХ. Перенос номеров. Пункт обмена. Выглядит классно. Прям классно. Мне нравится. Эх, просто можно смотреть вот на кой вид. И просто, жесть прекрасна. Поехали в тюнинг. Посмотрим тюнинг на новый гелик. Ой, вернее, на старый гелик, который у меня есть в наличии. Слава богу. Посмотрим. Возможно, там уже... Оооо. Да ты шооо. Да блин, и что вы все толкаетесь? Посмотрим на новые переделанные диски и на тюнинг на гелик старый. А, вот именно здесь ограничение 30. И там нормально. Приехали в тюнинг. Давайте для того, чтобы посмотреть тюнинг, достанем наш гелик. На который добавили тюнинг. И посмотрим также диски. Кстати, эти выглядят просто максимально охрененно. Ой, да ты шо, они стали на низкопрофильной резине? Прям смотрятся охрененно. Я прям большен. Ну, давайте сейчас посмотрим на колеса сначала. Какие вообще существуют теперь новые. Вот, я надеюсь, цены не подняли. Так, это старые. HR-E. Ну, кстати, текстурки изменили все на матовые. HR-E. Третьи, четвертые, пятые появились. Так, BBS. Первые, вторые. Это было. Брабус. Ой, ты ема, это Брабус. Это капец, они Брабус. Так, Компатив, Громлайз. Я буду все подряд. Вы смотрите просто на текстурки. Да, они более стали такие матовые. Ну, да ладно так. А подожди, можно же стрелочкой. Вот я тупой. Вот такие, кстати. А что они мне не подходят под ступицу получают эти диски? Никаких не исправить, к сожалению. Озетки какие-то новые появились. Воссаны. Пацаны, я особо не... Вот эти точно новые. Хотя, может и старые. Я, если честно, уже не помню. Мерседесовские вроде были. Майбах вот эти появились. Это капец. Это капец. BMW-шные. Вот эти появились новые. Это М8. Вот это прям красивые. Ратиформ. Вторые. Третьи. Четвертые. Как на Роллсе. Пятые. Шестые. Блин, мне жалко. Мне суппорта просто выбирает отсюда. Я бы их поставил. Вот эти диски Давидыча. Привет. Сколько? 400 тысяч. Не, спасибо. Ага, ага. Такие, такие. Racing. Fixel. Forgato. А, Forgato. 2, 3, 4. А теперь Sys Forged. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, кстати, очень много красивых дисков. Теперь при покупке нового автомобиля будет из чего выбирать. Если раньше ты тупо от безысходности ставил одни и те же диски, ну, теперь есть винтажные. Прикольные. Pantera. Batcat. Не, прям даже очень много дисков, которые прям на гелик подходят. Так, что там еще было? Цвет колесных дисков. Вот, я так понимаю, это сами диски красятся, да? Да, это красятся сами диски. Офигеть, пацаны. Вот этот, вот этот цвет. Прикольно. Только вот на Мерси жалко, что полоска не красится, типа. Давайте посмотрим теперь на внешний тюнинг, механик. Я так понимаю, вот обвесы. Вот, да, у меня же никогда еще не было тачки на обвесах. Значит, передний бампер. По ценам сразу сориентирую вас. Это Hammond. Это Brabus. Как я и говорил, Brabus, кстати, здесь прикольно смотрится. Прям не колхозно, он такой матовый топчик. Задний бампер. Ну, Brabus либо Hammond. Но по факту Hammond красивее, но нужно ставить Brabus. Вот. Жалко, что здесь... А что это такое? Это, значит, текстурки здесь не хватает. Но хотфикс будет, и будет все нормально. Так, расширение арок. Ага. Вот либо такие, либо такие. Кстати, жалко, что они не добавили 55-го обвес, например, Гелика. Либо не добавили топкаровский, люмовский. Хотя это более для нового, но да пофиг. Вот лавку можно цепить тут 80. Офигеть. Капот и... Это Brabus, да? Hammond. Сколько лям за капот? Лям 160 за капот. Офигеть. Тонировка стекол. А, ну у меня так тонировка есть. Так, ага. Блок Exynon. 100. То есть запаску нельзя убрать? Серьезно? И то есть можно оставить вот эти хромовые элементы. Но если бы уже добавили расширение, типа Brabus, то уже убрали бы вот эти подножки хромовые. Хромовые сделали бы черные. А так черный куб и подножки серые. Ну, что-то такое. Короче, фу, Brabus вес, в принципе, как и в МТА стоит 4300. Люма, ой, говорю, Люма, Хаммад будет поменьше. Но так-то смотрится он прям баллёж. Я не буду тратить, у меня денег, во-первых, нет. А смотрится прям охрененно. В принципе, дальше у нас остались какие-то мелкие фиксы на выведение. Типа вот полоски и количество передач, так понимаю, это какая передача включена или чё? А, это тахометр. Тахометр появился, нифига. Знаешь, едем смотреть новые автомобили. Ох, здесь никого нет. Так непривычно. Мне кажется, первое время игроки будут всё-таки там стоять. Вот, проехали мы. Элитный автосалон. Сейчас посмотрим, что по ценам вообще. На новые автомобили. Там уже поедем в соседние автосалоны. Значит, в этом автосалоне должны находиться такие автомобили, как Кёниска Гера РС, который едет 180, ой, 180, стоит 180 лямов. Едет 425. По классике, сравниваем с Чироном. Едет, кстати, на 15 километров больше, чем Чирон. Но стоит, как бы, на 60 лямов тоже. И на неё тюнинг ещё больше будет стоить. Финир, Лукан тот же. 410 едет, как Чирон. Стоит, как Чирон. Литра в Чироне больше литров, кстати, чем Финира. Но я бы взял... Хотя, для эксклюзивности можно взять и Финир. Он на Лукан, кстати, не похож, нифига. Вот. Но если вы прям такие, можете взять и Чирон. Я бы взял Чирон, если честно. По классике, да, ним-то. Вот. Дальше у нас, по идее, должна быть тачка под названием 812 Суперфаз. Всё верно. Она стоит 30 миллионов. Кстати, дёшево. Едет 350 километров в час. Объём бака 92 литра на двух пассажиров. Хуракан ещё уж обновили. Теперь, пацаны, у вас не состыковка, как бы, бак. Как бы, не критические, а просто интерфейс. Переменуйте просто в Хуракан. Хотя, по факту, трубы... Трубы от... Задний бампер от Перфоманте. Морда от Перфоманте. Так это Перфоманте? Это просто Хуракан, либо это Эва, пацаны. Разберите. По факту, это на Эва больше смахивает, чем на Перфоманте. Вот. Здесь больше ничего не изменяли. Мы сейчас отправимся в Автосалон. Мерседес. Наконец-то, Мерседесов добавили больше, чем BMW. Мерседесники можете радоваться. Вот, Раптор офигенный приехал цвет. Кстати, да, там фиксили модели. Ещё хендлинги. Вот это всё. Так что, можете зайти прочекать, которые вам были интересны. Вот. Вы можете спросить, Явана, где F40, который ты говорил. F40, как я и говорил, это будет эксклюзив. Попытка номер 2. На смотри. Вот. И они ещё не придумали, каким способом они будут вводить её на сервер. Кто-то им предложил, чтобы с гаражей падало. Они не хотели. Они хотят, короче, добавить их в казино. То есть, когда ты будешь прокручивать рулетку, там есть сектор автомобиль. И в какой-то день в этот приз добавить F40. И кому-то выпадет, и он просто выставит цену, рынок, как бы, F40. Если там выпадет к какому-то новичку, то перекупы купят. А если словят перекуп, то я чувствую, она стоит будет за 500 миллионов. Он может и миллиард. Ну, где-то так. Вот. Или они ещё хотели предложить, что админы просто будут продавать её на ЭКХ. Ну, конечно же, обычный игрок не купит F40, а купит какой-то перекуп. И будет ещё дороже его продавать. Ну, бред. Ну, бред, конечно. Так, это всё нам интересно. GTA SMG. Вот. Наконец-то убрали эти сраные полоски с него. Теперь он нормальный, стоковый. Как и всем просили. Вот. И на него доступен теперь тюнинг Brabus. Так. И теперь мы перешли к S-классам. Первый S-класс это W221 за 4500. К сожалению, у него не... А. Ну, он такой хром тёмный, согласен. Ну, блин. Добавили на 222-й Night пакет. Добавили антихром пакет на 223-й. Добавьте уже на 221-й. Чем он хуже? Ну, кстати, модель очень красивая. Вот так, с чёрной крышей, белый. Если бы ещё антихром. Смотрится прям топ. ДХОшки, всё подсвечивается. Без ошибись. 250 едет. 70 литров в баг. 8 мест в багажнике. В принципе, немного, но пойдёт. 222-й. Теперь на него изменили там хендлинги, вроде кто-то говорил, да. А, подсветка ног даже есть, нихера. Night пакет на нём присутствует. Тоже 8 мест. И 223-й. Так. Который стоит... 14100 всего лишь на лям больше, чем 222-й. Вот. И такой вот он. Офигенный салон. Всё новое. 76 литров в баги. 300 км в час. 8 литров. Кстати, этот 300. А этот сколько едет? Тоже 300. Ну, 222-й как-то, по мне, более красивый, чем этот. Ладно, отправляемся в следующий автосалон. А БМВ, конечно. Только в МТА можно увидеть три Мерседеса возле автосалона БМВ. Ой, говорю, в МТА. В ГТА опять. Кстати, здесь заходишь в автосалон. Прям прикольно. Но не хватает вот этих тачек вот здесь, которые стоят. Конечно, это нагружает сервер. Но лучше вот те тачки, что стоят вот там наверху, вот перенести вот сюда, чтобы они здесь стояли. И будет как-то получше. Автосалон БМВ. Сколько восьмерка стоит? Лямов 6? Так. Ага, ага. В самый низ. Вот. БМВ 8. А, 2900? Серьезно? 250 едет? Ну, конечно, не особо много. Сделали хотя бы 260, либо 255 за 2,5 миллиона. За 2,9 даже. 90 литров бак. Это прикольно. Вот. Чисто из-за глазок можно ее взять. Ну, вот. Скул. Кстати, хорошо, что Ницану не завысили особо. 2,900 всего лишь у нас стоит. Я думал, лямов 6 будет. Пацаны, еще X6 добавили. Я забыл. Все, вот вам. Так. И последняя остановочка. Это у нас автосалон мультибрендовых автомобилей. Вот. И здесь мы посмотрим на прекрасных старых американцев. Шеврале импала. Сколько? Да ты что, охуел, блядь, сука? 9,5 за импалу, которая ей 245, кстати, хотя бы не уронили прям до 220. 4 место? Ладно. Ну, 245 это очень дешево. Тру, дешево, дорого. Мустанг. Мустанг стоит 6. Но ей 235. А, спасибо, вы здесь уронили. Фокус второй. RS. 2,400. 245. Офигеть. Это же вообще невыгодный автомобиль. Ну, чисто для любителей фокуса. Ладно. Ну, сделали бы хотя бы 250. Любая тачка там, даже, я не помню, Mazda за полтора или за М200, сколько она стоит. Тоже ей 250. И это за 200, за 2,400, 250. И М8 за 2,900, 250. Вроде все. Так, 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 мне здесь Санек на ушко нашептал, что F40 стоит в этом, в казино. Ну, опа. Короче, Ferrari F40. Сейчас, сейчас пацаны, короче, там бабки просирают, чтобы выбить ее. Но по факту можно просрать граммов 40, 50, даже 100, чтобы ее выбить, да? Пацаны, но админы не такие тупые. Они могли сделать так, чтобы, конечно, рынок не вырос, они могли просто... Короче, все крутят казино, но админы не тупые, они говорят, конечно, этого не могли не сказать, но, блядь, но они могли просто изменить коэффициент выпадения к сектору софта. Там, если он был где-то процентов 5, они могут сделать там процентов 2, чтобы больше игроков слили свои бабки, тем самым экономика немножечко упадет. Это был хороший такой стратегический ход. Поэтому сейчас сидя, где ловить феру, это, мне кажется, самый бред. А, конечно, на прикол заходит пацан из бесплатного выбивает феру. Вот это я буду угорать, конечно. В принципе, пацаны, на этом все. Мы вместе с вами посмотрели обновление 1.5.2. Все мои ожидания сошлись, ну, почти все, с теми, что было в ролике вчера, то есть, либо обновление 1.5.2. Напиши свое мнение в комментариях, как тебе данное обновление. Нажми лайк, чтобы продвинуть этот ролик в топ, тем самым залетит в рекомендации. Я буду тебе очень благодарен. Также, если ты еще не подписался на канал, подписывайся, не пропускай кучу годного контента. Нажимай колокольчик, если ты еще этого не сделал, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.